Всем здравствуйте! Мы продолжаем серию репортажев с ижевских мото-музеев. Мы уже были в Ижевском мото-музее Кожужковых, были в музее Ижмаша. Сегодня мы приехали в Ижевский краеведческий музей, где есть выставка, посвященная ижевским мотоциклам. Мы сейчас попросим провести для нас с вами экскурсию по этой экспозиции. Итак, поехали! Ижевский краеведческий музей Добрый день! Меня зовут Данила Анастасия Владимировна. Я сотрудник Национального музея Дмурской республики имени Кузьба-Агерта. Рада приветствовать вас на экспозиции «Ижевские мотоциклы». Эту экспозицию мы создавали совместно с мотоциклистами мотосообщества из Ижевска. Наши волонтеры предоставили нам часть экспонатов для нашей выставки. Итак, история ижевских мотоциклов начинается с приезда в Ижевск Петра Владимировича Мажарова, инженера теплотехника. Вообще, Ижевск считается родиной первых советских серийных мотоциклов. И вот наша такая центральная композиция, вот мы тут ее видим, силуэт. Два мотоциклиста воссоздает силуэт Стеллы, который встречал гостей нашего города, возвещая о том, что они въезжают в город в мотоциклетной истории со стороны Завиаловского тракта. Находилась такая Стелла, но, к сожалению, в легких 90-х она была утрачена, и мы решили воссоздать в силуэте эту Стеллу. Правда, первый мотоциклист у нас из начала 30-х годов. Это уже такой мотоциклист 80-х. Многие первые мотоциклисты начала 20-го века были еще и летчиками, как и Петр Владимирович Мажаров, основатель ижевского мотоциклостроения. У нас раздел посвящен именно женским мотопробегам на мотоциклахиш. То есть такой у нас раздел, видите, немаленький, потому что было несколько женских мотопробегов. Вот перед вами один из первых серийных мотоциклов ИШ-8. Правда, девушки отправились на мотоциклы ИШ-7, он пока у нас находится на другой выставке Удмуртия 20-й век. Вот можно получить представление, как же выглядели первосерийные мотоциклы. Для амортизации мы видим такая пружина на седло одноместные были мотоциклы. Вот такая вот пружина на руль, такой одноцилиндровый двигатель. Ну и обратим внимание на эмблему, первые эмблемы серийных мотоциклов в виде крыла, ракеты. Там кто-то пулю видит в этом силуэте. То есть тут такое быстрая ассоциация со скоростью и три буквы И, МЗ, Ижевский мотоциклетный завод. И вот на таких мотоциклах наши ижевские мотоциклистки отправились в многодневный пробег Ижевск-Москва. Ижевский мотоцикл. Ижевский мотоцикл. Благодаря испытательным пробегам, многочисленным мотогонкам, мотосоревнованиям, мотоцикл совершенствовался. Была выпущена Иж-7, Иж-8, Иж-9 модель. И вот последняя предвоенная модель Иж-12. Это единственный мотоцикл Иж, четырехтактный верхнеклапанным двигателем. Видите, он здесь. То есть такая мощная техника. И на 1940 год это была такая наиболее прогрессивная модель. Но, к сожалению, развитие этой модели, ее выпуску помешало начало Великой Отечественной войны. Было выпущено всего 49 мотоциклов. Вот этот мотоцикл, такой очень редкий в нашей коллекции. Еще один мотоцикл есть в Политехническом музее города Москва. И больше неизвестно, где они есть. Мотоциклетный завод во время Великой Отечественной войны перешел с производства мотоциклов на выпуск пулеметов «Максима». Потому что фронту нужно было как можно больше оружия массового поражения. Все мотоциклы, которые были на складе, отправились на фронта Великой Отечественной войны. Службы связи, разведки. Вот мы с вами видим здесь на фотографии у нас представлен парад на Красной площади на мотоциклах Иж-8. Но производство мотоциклов не прекратилось в Ижевске. Оно возобновилось. Когда война окончилась, Ижевский машиностроительный завод, который выпускал оружие, стрелковое оружие во время Великой Отечественной войны, уже не нужно выпускать было таким большим количеством стрелковое оружие, винтовки, карабины, авиационные пушки. Поэтому завод стал переходить на мирные рельсы. И благодаря Дмитрию Федоровичу Устинову, который по долгу службы, он был наркомом вооружения во время Великой Отечественной войны, благодаря ему было принято решение возобновить производство мотоциклов. Но уже не на мотоциклетном заводе, а на Ижевском машиностроительном заводе. Фактически нужно было начать выпуск мотоциклов с нуля и в очень короткие сроки. Поэтому было принято решение по репарации сюда перевести оборудование, незавершенное производство, детали, чертежи. Ну и, конечно же, группу немецких инженеров мотоциклетного завода ДКВ. Это крупнейшее мотоциклетное предприятие в Европе. И перед нами мотоцикл Иж-350. Собственно, это мотоцикл ДКВ НЗ-350. Такой основной мотоцикл фашистской Германии. Если подойти поближе, можно рассмотреть, что этот мотоцикл у нас такой полунемец. Конечно же, первые мотоциклы Иж-350 были изготовлены из немецких деталей. А вот здесь мы видим распределительная коробка. Обратите внимание, да, четыре кольца, это эмблема Audi, Auto Union, концерн, который включал в себя четыре предприятия автомобильных и мотоциклетных, в том числе и фирму ДКВ. Видно, что здесь цилиндр тоже фирмы ДКВ. Рама штампованная. Ну, а из нашего ижевского оборудования, вот здесь видите, крышка картера двигателя, уже мы видим Иж-350. И посмотрите, какая появилась эмблема. Вот здесь она летая планета, и вокруг нее такая вот околоземная орбита. И в середине 74. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На основе Иж-350 наши ижевские конструкторы разработали модель Иж-49, чем она уже принципиально отличается. От своих предшественников. Тем, что появилась уже вот такая вот телескопическая вилка. И такой же амортизатор на заднее колесо. То есть до этого вилки были параллелограммные, жесткие, для таких ровных дорог с твердым покрытием. То здесь мы с вами видим уже амортизаторы внутри. Стало ездить теперь более удобно, комфортно на мотоцикле. Ну и так как мотоцикл должен был стать основным транспортным средством для семьи из трех-четырех человек, по-прежнему все-таки актуально было пересаживать людей с телег на мотоциклы. Машина стоила очень дорого. Поэтому у мотоцикла появилось еще дополнительное сидение, начиная с этой модели Иж-49. И начиная с Иж-49 ко всем мотоциклам Иж можно пристегнуть боковой прицеп или коляску, или грузовой прицеп. Что еще интересно, конструкторы поместили фару в спидометр и одометр, чего не было, но на довоенных мотоциклах марки Иж. Ну и интересный такой элемент. Совместили ящик для инструментов с бензобаком. Больше таких мотоциклов Иж-дорожных не было. С совмещенным бардачком. Мотоцикл настолько понравился потребителям, что каждый почти день приходил ворох писем в адрес завода Иж-маш с благодарностью о том же, какой хороший надежный мотоцикл Иж-49. И начиная с этой марки, вы видите, появился у мотоцикла цвет. То есть до этого были черные, темно-серые. Начиная с Иж-49 мотоциклы стали разноцветными. Вот если окинуть взглядом наш зал, и голубые, и зеленые, и красные. Ну и мотоцикл Иж-49 открыл путь нашим мотоциклам на международные рынки торговые. Мотоцикл уже участвовал в европейской международной ярмарке торговой. На смену Иж-49 пришел мотоцикл Иж-56. Вот, кстати, один из его конструкторов, Вячеслав Борисович Рожнов, как раз его сын, мы его сейчас встретили, он передает предметы своего отца. Как раз от его отец участвовал в разработке этого мотоцикла. Чем он отличается уже принципиально от Иж-49? Ну, во-первых, вот здесь видно, что карбюратор, воздухоочиститель. У нас, правда, воздухоочиститель утрачен, карбюратор. Вот эти узлы все открыты, попадает пыль, грязь, камешки. То есть нужно постоянно чистить, мотоцикл может выйти из строя. То здесь мы видим, что все эти технические узлы, начинаешь Иж-56, уже закрыты таким герметичным кожухом. И также в кожухе цепь на заднее колесо. То есть, как видите, еще цепь у нас не закрыта, здесь она уже так вот закрыта. Такой более глубокий щиток сделали от грязи, от пыли. Сидение стало таким вот мягким, сдвоенным, покрытым дермантином. Ну и в сочетании с бардачками с двух сторон, ящики для инструментов, мотоцикл имел такой статусный вид, очень хороший, презентабельный. Ну мы видим, что здесь один цилиндр, мотоцикл Иж-56, на смену Иж-56 пришел Иж-58 с двумя цилиндрами. Впоследствии Иж-56, скажем так, дал основу для семейства планета, а Иж-58 впоследствии стал мотоциклами Иж-Юпитер. Перед нами уже тут Иж-Юпитер, в этом вся разница у этих семейств. А внешние Иж-планеты Иж-Юпитер похожи. Тоже стоит отметить, что еще изменилось по сравнению с Иж-49, появилась вот такая вот трубчатая рама. То есть, она была более надежная, более экономичная, дешевая в производстве, в отличие от штампованной рамы. Штампованная рама – это еще наследие, скажем так, мотоциклов ДКВ. Продолжение следует... Следующие мотоциклы в нашей коллекции – это Юпитер 3. И на этих мотоциклах уже появились вот такие указатели поворота. Видим с вами. Ну и Иж-Юпитер 3, Иж-Планета 3. Иж-Планета у нас уехал в раздел «Покорительницы дорог», где мы рассказываем о женских мотопробегах. Эти мотоциклы стали лучшими товарами Советского Союза качественными. И мы видим здесь знак качества, представлен. Здесь как на Юпитере 3, так и на Иж-Планета 3. Вообще, мотоцикл Иж был одним из самых массовых в нашей стране. Каждый третий мотоцикл был марки Иж. Вообще, за всю историю было выпущено 10,5 миллионов мотоциклов. Очень большой партии были выпущены именно из планеты Юпитер. Помимо мотоциклов дорожных, еще в Ижевске делались вот такие вот электророллеры. Это детская самодвижущаяся игрушка «Ижик». В 1988 году Ижик стал лучшей игрушкой СССР. Ездил он на батарейках одноразовых. И мог развивать скорость до 3 км в час. Единственная проблема была в том, что батарейки были дефицитом по тем временам. И хватало их буквально на 10 минут. Но зато это было 10 минут счастья для каждого ребенка. Интересная история связана еще и с эмблемой Ижевского цирка. Вот это эмблема Ижевского цирка. Вот здесь мы видим фотографию с медведем по имени Гоша. Наш земляк Иван Кудрявцев, он родом из Селтинского района Удмуртии. Вот он здесь в фотографии. Был дрессировщиком и своего питомца Медведю Гошу научил ездить на мотоцикле. С этим аттракционом он объездил почти все цирки мира. Был и в Америке, и в Японии. Но особенно тепло встречали его здесь, на родине, в Ижевском цирке. Даже на одном из представлений милиционеры устроили Медведю Гошу испытание. Ему нужно было змейкой объехать фишки. И Медведь Гоша справился и даже получил, конечно же, в шутку водительское удостоверение. И стал эмблемой нашего Ижевского цирка. Вот он, Медведь Гоша, на мотоцикле. Ижевский машиностроительный завод выпускал не только дорожные мотоциклы, а дорожный мотоцикл был незаменим в хозяйстве, особенно в сельской местности. Утром на сенокос, вечером отцепил коляску на дискотеку. И за картошкой ездили, перевозили на мотоцикле разный груз. И в отпуск ездили. То есть мотоцикл был намного доступнее. Если автомобиль стоил 6-7 тысяч, то мотоцикл от 800 до 1000 рублей. При зарплате инженера 120 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотоциклы не только дорожные, дорожная техника, но еще и спортивные мотоциклы. В нашей коллекции два мотоцикла представлены. Это кроссовый мотоцикл ИС-6216 для закрытых трасс. Такой легкий мотоцикл, маленький такой бензобак у него, чтобы развивать высокую скорость. Такие мотоциклы поставлялись в клубы ДСАФ, мотосекции. Интерес к технике прибивали с подросткового возраста. Так как получали права в 16 лет, то и мальчики, и девочки. Очень развит у нас был мотоспорт. И, в общем-то, подростки и старшеклассники участвовали в мотосоревнованиях. Уже отбирались наиболее талантливые мотоциклисты из молодежи, чтобы пополнить кадры спортсменов. Здесь у нас на фотографии представлен один из наших именитых спортсменов, мотоциклист международного класса, мотогонщик, Чирцев Сергей Григорьевич. Он приносил славу мотоцикла МИШ на не только на всесоюзных соревнованиях, но и на международных чемпионатах. Конечно же, у таких мотоциклистов, как у Сергея Григорьевич, были мотоциклы индивидуальные. Помимо кроссовых соревнований, очень популярны были многодневные мотокроссы. И вот мотоцикл для многодневных соревнований спортивный ИЖ М11 представлен в нашей коллекции. Так как соревнования, как правило, проводились от 3 до 6 дней и длились 6-8 часов, поэтому мы видим, что на мотоцикле спортивном есть фара. Потому что мотогонки могли быть и в сумерках уже продолжаться. Вот такой интересный кармашек на бензобаке, тоже совмещенном с ящичком для инструментов, куда вставляли карту пробега. Одна из последних моделей мотоцикла – это ИЖ Планета 5. Видно, что название на английском языке, английском и испанском. Скорее всего, мотоцикл предназначался для стран Латинской Америки. Более чем в 40 стран мира поставлялся мотоцикл марки ИЖ. Чем он интересен, эта модель ИЖ Планета 5.0.1, тем, что здесь, во-первых, применена раздельная система смазки двигателя, что снижало расход масла. Экипажная часть, такая усовершенствованная, то есть такая передняя телескопическая вилка с возможностью пневматического регулирования жесткости, в зависимости от дорожных условий. И впервые в отечественных мотоциклах на этой модели был применен такой дисковый тормоз на переднее колесо гидравлический. Такая уже усовершенствованная приборная панель. Вот эта экипажная часть была разработана для того, чтобы использоваться на мотоциклах нового семейства, готовился к выпуску мотоцикл ИЖ Орион. Вот он здесь на фотографии представлен. Но, к сожалению, в 1991 году не суждено было этому мотоциклу выйти в Сирию с распадом Советского Союза. К сожалению, и все планы по созданию вот этой новой модели и ее массовому производству были свернуты. Было выпущено около несколько десятков таких мотоциклов ИЖ Орион. Музыка 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 Самая последняя модель семейства планета. Вот такой вот красавец недавно появился в нашей экспозиции. ИЖ Планета 6 1996 года выпуска. Чем она отличается от своих предшественников? Во-первых, здесь вы видите, что на ИЖ Планета 5.01 двигатель воздушного охлаждения. То здесь уже применен двигатель жидкостного охлаждения, радиатор. Бесконтактная система зажигания здесь применяется. Ну и двигатель имеет значительное отличие от традиционных схем компоновочных для двигателей планета. То есть здесь изменены размеры диаметра цилиндра и хода поршня. И применены детали поршневой группы и коленчатого вала от мотоцикла ИЖ Планета Спорт. Ну и внешний дизайн обновлен. Дизайн обновленный гон, глушители с пониженным уровнем шума. Но, к сожалению, такая модель вышла только экспериментальной партией. То есть не более 15 штук их было выпущено. Вот одна из них представлена здесь в нашей экспозиции благодаря тоже мотосообществу Ижевск. Игорь Чупин, хозяин этого мотоцикла. Следующий раздел нашей выставки рассказывает о мотоцикле как средстве, предмете увлечения. Рассказывает о субкультуре рокеров и байкеров. Модель представлена в этом разделе Иж Планета Спорт. Такой скоростной мотоцикл. В отличие от своих предшественников, к нему уже не пристегнуть коляску. Он был разработан именно для таких скоростных перемещений на дороге, для путешествий, для туризма. И, конечно, особенно полюбился молодежи, потому что развивал скорость. Буквально за 11 секунд мог развить скорость до 100 и выше километров в час. Опасная была техника, поэтому называли ее Иж Планета Смерть еще. В основном перемещались на таком мотоцикле подростки, называли их рокеры. Вот у нас как раз здесь образ ижевского рокера. Перемещались группами по 10-20 и больше человек. Как правило, в темное время суток. Визитной карточкой рокеров было ездить с шумом. Переделывали глушители, чтобы как можно больше создавать шума, гамма. Ездили, как я уже сказала, в темное время суток. Ну вот перед вами мотоцикл тоже Иж Планета Спорт. Но рокер его немножечко переделал под себя. Сделал его в таком более спортивном стиле. Было такое тоже дизайнерское оформление интересное. Черные и красные. Почему такие цвета? Как раз вышла новая песня. Группы Алисы, Константин Кинчев, лидер этой группы. Песня «Красная на черном». Такая динамичная и ритмичная песня, которая очень понравилась мотоциклистам. Рокерами они решили сделать ее своим девизом. И решили перекрашивать мотоциклы в черный цвет. Такие видно красные. Ну черный он такой более агрессивный. Видно вот R значок рокера. Red and black красный на черном. Хотелось с подростком выглядеть стильно. А в магазинах, к сожалению, были такие очень простые шлемы. Поэтому рокеры вот так вот сами делали. Вот этот шлем сделан из стеклоткани подростком. 80-х годов. То есть сами себе изготавливали экипировку. И вот видно, чтобы в темноте. Потому что, конечно же, такие мотохулиганы были. Рокеры на большой скорости ездили с шумом по улицам. Поэтому сзади нету стояночного фонаря, чтобы не было видно в темноте. Чтобы милиция не смогла догнать таких юных нарушителей. И вот здесь у нас представлен уголок подростка конца 80-х годов. Можно даже почитать письма рокеров 80-х. Здесь у нас представлены. Субтитры делал DimaTorzok Но если 80-е годы это такое понятие рокер, было актуально, то в 90-е годы в нашу жизнь вошла байкерская культура. Появилась она благодаря тому, что в нашу жизнь стали попадать образцы западной культуры с многочисленными фильмами, которые демонстрировались в кинотеатрах, на телевизионных экранах. И очень многие мотоциклисты российские хотели иметь такой байкерский мотоцикл. И наши ежевские конструкторы пошли навстречу потребителю и изготовили вот такую байкерскую модель из Юнкер. Например, мотоцикл предназначен для езды по дорогам с ровным покрытием, для таких автобанов. Конечно, по бездорожью уже не поездишь на таком мотоцикле. Вот такое вот сидение, очень удобное, мягкое для пассажира, скорее всего для пассажирки. И такие мотоциклы выпускались у нас несколько лет, около 3000 мотоциклов, если не ошибаюсь, было выпущено. Здесь у нас образ байкера представлен в 90-х, начало 2000-х. Ну, собственно, и современный байкер так выглядит. Ну и еще такой интересный мотоцикл, уже малолитражный, такой мини-круизер. Ишкарнет выпускался тоже на Ежевском машиностроительном заводе. Популярен он был в связи с тем, что на таком мотоцикле до 2013 года можно было ездить без водительских прав, не проходить техосмотр. То есть потребительская аудитория данной машины расширялась, могли ездить и подростки, и женщины. Вот тоже малой серии были выпущены такие мопеды у нас в городе Ежевске. В 2008 году производство мотоциклов было приостановлено, закрыто. Вот, к сожалению, не смогли сохранить производство мотоциклов. Но мы говорим о том, что мотоцикл Иш жив, пока есть люди, которые ездят на этом мотоцикле. До сих пор он востребован. И в сельской местности он встречается. И мотосообщество Ежевск, благодаря которому появился раздел субкультура. В основном здесь мотоциклы представлены из коллекции этого мотосообщества. Мотоциклы Иш сегодня пользуются спросом. Есть любители, которые до сих пор любят эту марку, уважают ее и предпочитают всем остальным. Один из последних мотоциклов нашей коллекции предоставлен концерном «Калашников». В 2018 году стало известно о разработке электромотоциклов для нужд армии и полиции. Перед нами такая тестовая модель армейского мотоцикла. Вот видно здесь такие держатели для автомата «Калашникова». Здесь расположен аккумулятор, в ящичках аккумуляторы. Ну, повторюсь, такая тестовая модель. То есть мотоцикл Иш возродился, но уже на новой волне производства электротранспорта. На этом наша экскурсия подошла к завершению. Спасибо вам за внимание. В нашем музее представлена уникальная линейка сувениров, связанных с мотоциклами. Вот такие вот значки. Наклейки водонепроницаемые, магнитики и бафы пяти видов. Ну, вот это уже продукция не нашего производства, а вот здесь все, что разработали дизайнеры музея. Продолжение следует...